Влюбленный человек способен свернуть горы, а для того, чтобы огонь любви не погас, его нужно постоянно поддерживать. Признаться в светлом чувстве можно по-разному. Сегодняшний сюжет расскажет вам о самых оригинальных предложениях руки и сердца и о том, как можно романтично признаться в любви своей второй половине. По всему миру в день Святого Валентина влюбленные дарят друг другу подарки и, конечно же, свое внимание. Далее мы расскажем о самых необычных в мире признаниях в любви и как можно сделать эти моменты в жизни самыми яркими и запоминающимися. Один из самых больших и оригинальных подарков можно считать двухэтажный дом в пригороде Лос-Анджелеса. Американский фотограф презентовал его своей невесте на День Святого Валентина. Но не просто вручил ей ключи, а упаковал коттедж в подарочную бумагу и даже перевязал ее огромными красными лентами, украсив сверху бантиком. Однажды бразильская девушка вышла на улицу во время дождя, вот только с неба сыпались не капли, а бутоны роз. Оказалось, что влюбленный в нее парень арендовал вертолет, поднялся над ее домом и осыпал цветами. Впрочем, кончилось все не так, как он ожидал. Приехавшая на место происшествия полиция решила разобраться, что случилось. И оказалось, Ромео совершил два вооруженных нападения для того, чтобы собрать деньги на свой романтичный поступок. Но очарованная девушка дождалась парня из тюрьмы. Для того, чтобы признание в любви было в рамках закона и по четко спланированному плану, лучше всего прибегать к помощи ваших друзей или обращаться в специальные агентства. На самом деле, чаще всего абсолютно все молодые люди хотят, чтобы это было, во-первых, оригинально, а во-вторых, обязательно, чтобы это был сюрприз. То есть, чтобы сохранился элемент неожиданности. Момент такой очень ответственный, волнительный, эмоциональный. И важно, чтобы он был достаточно хорошо подготовлен. Люди, у которых есть опыт в организации подобного рода мероприятий, естественно, в этом помогут. И оригинальной идеей, и ее осуществлением. На стадии планирования продумывают абсолютно все детали для того, чтобы избежать каких-либо форс-мажорных ситуаций, которые могут произойти. Необычный способ признаться в любви нашел житель России. За пару дней до Дня Святого Валентина он кинул клич среди своих друзей и в социальные сети, предложив всем желающим поучаствовать во флешмобе. В итоге, 65 автомобилистов выстроили свои машины в виде огромной фразы «Выходи за меня» на стоянке перед торговым центром. Прибывшая девушка была очень впечатлена увиденным и тут же согласилась выйти за него замуж. А вот над другим признанием долго ломали свою голову ученые, которые не могли понять, откуда появились в окрестностях полярной базы три огромных участка травы, выросших в виде буквы «М». Разгадка была простой и романтичной. Их создал польский полярник, прибывавший на станции за несколько лет до этого. Он скармливал живущим там пингвином семена определенных растений, а потом выкладывал из экскрементов птиц огромную букву «М». Удобренные семена со временем зашли, что и смогли увидеть ученые, прибывшие в Антарктиду. Магда, так звали Возлюбленную, которой романтичный ученый хотел таким образом признаться в любви. Весьма необычным способом решил признаться в любви своей девушке геймер. Парень модифицировал легендарную и любимую игру под свои нужды. Во-первых, он поменял безличные имена игроков на имя Возлюбленной и свое собственное. Во-вторых, он добавил новый экран, всплывающий после прохождения всех миссий, в котором признался в любви к своей второй половинке и предложил ей руку и сердце. Дело в том, что они оба были большими любителями старых компьютерных игр. Именно поэтому Возлюбленная оценила старания своего парня, хотя очень часто в жизни происходят противоположные случаи. Всегда прислушиваться к невербальным желаниям своей девушки. Например, не стоит делать предложение руки и сердца во время конной прогулки, если девушка панически боится лошадей. Не стоит милую юную тусовщицу, модницу тащить на пикник в лес. Сделайте в той атмосфере, в которой девушке это будет приятно, в которой ей будет привычно. И она этот жест очень оценит. И, конечно, самый главный совет – не робейте, не теряйтесь. Ведь это такой жизненный момент, который в памяти останется навсегда. Дерзайте, удачи. Главное – желание. И всем молодым людям желаю в ответ услышать заветное «Да». События из популярной песни «Миллион алых роз» не были выдуманы. Они произошли на самом деле. Известный грузинский живописец Ника Перасмани влюбился во французскую актрису по имени Маргарита, которая не отвечала на его ухаживание. В конце концов, отчаявшийся художник потратил все свои деньги на то, чтобы усеять улицу под окнами Маргариты цветами. Там были пионы, лилии, ветки акации и сиреней, маки, анимоны и многие другие виды цветов. Но легенда сохранила только розы. На свете есть настоящие романтики, которые способны придумать для своей второй половинки что-то оригинальное, а не просто банально подарить ей цветы, конфеты и открытку Валентинку. И можно сказать с уверенностью, что они являются отличным примером для подражания. Очень часто в отношениях не хватает внимания, поэтому постоянно говорите вашей второй половине приятные нежные слова, совершайте романтические поступки и дарите вашу любовь. И старайтесь делать это не только в День Святого Валентина.